Привет друзья! Всем привет с берега Черного моря! 23 апреля! Жары нет, но погода для гуляния отличная! Вообще в городе, в Гостокая было очень тепло, я сегодня ходил по городу Маечки, да, но подошли последние 100 метров перед морем, просто такой сильнейший ветер, поэтому мы так не надеялись. Не, ну и солнце спряталось, было же солнце с утра, светило яркое солнце, а сейчас лучки набежали. Вот они, анамские дюны, безотдыхающих, те самые дюны, за которые вроде как бьются блогеры, простые жители Анапы, их природное состояние. Вот тут вот они нетронутые, здесь потоками воды они размыты, то есть первую цепь барханов наметает, потом водяные потоки дождей. Ну, может быть их тут и ковыряли, бог его знает, не знаю, ну много всякой разной растительности, но в этом случае растет. А вот это вот так называемый проход, и вот она дюна, дюна наползла на проход. Ну, как снежные сугробы. Не знаю, какое здесь учреждение, людям, естественно, значит, нужно прочистить, запустить сюда бульдозер. А если в то время, когда будет работать бульдозер, придет какой-нибудь блогер, то он начнет причитать тропиночка, по которой можно гулять вдоль моря. Я не знаю, кто ей и когда пользуется, вероятно, когда ветер дует, как сейчас, на берегу страшный ветер, может быть, тут люди просто путешествуют вдоль. Вот, какой-то лагерь, санаторий, пансионат. Люди приехали, купили путевки. Вот у них есть калиточка, выход к морю. Вот они идут, и тут ба-бах, песчаный курган, бархан, дюна. Ну, честно говоря, надо очистить. Ну, надо чистить, чтобы уложить здесь деревянную дорожку, чтобы мамы с детьми на колясках могли пройти. Да просто с маленькими детьми. Если побегать по барханам, так у них есть слева-справа. Пожалуйста. Вот, да, жизнь, человеческая цивилизация требует определенного вмешательства в природу. Вот здесь чисто тропинка, куда она идет, возможно, там туалет. Вплоть до того, что здесь могут находиться именно дисты, вероятно, тут кто-то что-нибудь там, песок брал. Хотя, куда можно брать песок из барханов? На стройку он не идет. То есть, бетон его нельзя использовать, потому что он, что он, он сожрет железо, железоарматуру сожрет. Вот они, настоящие барханы, нетронутые анапские дюны. Вот они, анапские дюны. Это не только то, что вы видите, отдыхая возле моря. Вот они, дюны, слава богу, вот тут пока не застроены. Не застроены, хотя это первые три километра Пионерского проспекта, начиная от речки Анапки. Множество тропиночек. Куда тут люди ходят? Бог его знает. Какая-то собачка. Одна собачка, другая собачка. Куда у нас тут убирается тропиночка? Мачар. Мачар это такой родник. Бах-бах. Вот такое дикое место. А потом, после этого дикого места, вот мы упремся в отель Довиль. А здесь просто болото. Болото, вон там растет осока. Прекрасные анапские дюны. Практически не тронутые человеком. Вот они в первозданном виде, почти в первозданном. Вот здесь вот, может быть, нагребли. Какие-то кучи, что-нибудь очищали. Вот оттуда. Там какая-то начатая стройка, незаконченная. Не знаю. А там вон дали-давиль. А здесь уж, не знаю, продали, не продали удачно. Берегут для того, чтобы продать в будущем. Между прочим, вон там люди сделали даже скамеечку. Вполне возможно, что тут коротают время, готовя шашлык. Вот они, прекрасные анапские дюны. Уж не знаю. Защитники природы, конечно, причитают, что, ой, уничтожают анапские дюны. Да вот они, вот они не тронутые. Вот они. Смотрите, сколько их. И деревья с корнями. Никто их, никто их не подрывает. Никаких делов практически. Никто ничего не делает. Пожалуйста. Ну, вот здесь человек как-то осваивал природу. Забили трубой. Для чего, я не знаю. Может быть, флаг поднимают. Итак, вот он проход. Проход к морю. Здесь тянется у нас вода, очевидно. Может быть, электроэнергия по этому кабелю. Вот сколько-то тут будет прочищенных дюйонов. Достаточно бережно относится она в чане. Ну, хотя бывают исключительные случаи. Поэтому, поэтому я ничего плохого не могу сказать про блогеров, которые постоянно снимают, значит, дюды беспокоятся. Они ругаются на власти, краски, на все. Это полезные блогеры. Полезные блогеры. Полезные, но есть паразиты. Есть паразиты, которые вот так вот идут и снимают, да? После зимних штормов, после зимних ветров. Вот такое вот некрасивое, значит, все получается. Ну, ребята, а подготовка к сезону, она же начинается с того, что тут и граблят все, и разравнивают, убирают мусор. Это титаническая работа. Вот я вам показываю современный мирового класса пляж Ванафи. То, что говорят, вот первый будет построен Ванафи. В Ванафи уже давно построены современные пляжи. Вот, пятизвездочный отель Давиль. Две недели я назад снимал, значит, оградки не было красивой. Вот теперь практически готов к сезону. За неделю до первого мая. Они приготовили все. Вот эти вот железные конструкции перезимовали. Я не знаю, вот анапчане называют бетонные блоки фэски-фэски. Может быть, там внизу фэски, к которым приварены вот эти вот пупы. Вероятно. Но люди бережно относятся к природе. То есть вот эти все строения, они подняты на метр, на метр двадцать, наверное. Чтобы песок свободно гулял, перемещался. Отличный пляж. Отличный пляж. Вот. В соцсети я читаю, конечно, привьюсь иногда. Что там пишут? А, опять построить там недоступно. Ну, а с чего бы ради? Это же не общественный пляж. Это пляж отеля Давиль. Люди купили путевки. Вот такие вот загородочки. За загородочками располагаются лежаки. И все, все, все. Территория безопасности. Территория безопасности для людей, которые купили путевки и отдыхают. А вот эта вот территория, не знаю, сколько ее сказать, двадцать метров до моря, пожалуйста, свободно. Я могу прийти со своим лежаком там, с каким-нибудь матрасом. Могу здесь купаться без проблем. И Анапа мне очень нравится по сравнению с Геленджиком. Конечно, во-первых, Анапская бухта. Отличная. Чистое море. По сравнению с Геленджикской бухтой, конечно, качество морской воды в Анапе на порядок выше. Ну, на порядок, может быть, я загнул порядок в десять раз. Больше пять раз, но она точно лучше. Вот. И в Геленджике-то есть такая очень красивая набережная. Ну, с этой набережной вы не можете подойти к морю в ряде мест, потому что пляжи в Геленджике, множество пляжей, они просто загораживают. Вот с набережной ты можешь шагнуть на пляжную территорию, только заплатив деньги там. Где-то сто рублей, где-то пятьсот рублей. В Анапе этого нет. Ты проходишь мимо санаторских пляжей, пожалуйста, свободно размещаешься здесь. В Геленджике, чтобы пройти к морю, нужно заплатить. В ряде мест, в ряде мест. Я не говорю, что по всем местам. Там есть общественные пляжи, есть пляжи-санаториев, где людей с местной пропиской, с Геленджикской пропускают. То ли по льготной цене пенсионеров, чуть ли не бесплатно. Нет, по-моему, по льготной цене типа пятьдесят рублей. В Анапе этого нет. В Анапе только вот одно место, вот там, где три черных гроба, там, где был исторический ДК Курзал, так называемый, который снесли. Вместо них построили три черных дома. И вот рядом с ним, то ли золотая бухта, они его назвали, то ли золотой пляж. Вот он платный. Все. И это единственное место в Анапе. Остальное побережье доступно каждому. Доступно каждому. Ну, там особая история есть в Малой Бухте. В Малой Бухте, на пляже губернатора Кондратьева. Так я его назову. Ну, я об этом расскажу в другой раз. Ксюша шагает с палочками. Скандинавская ходьба. Впервые после Казани. Наконец-то. Вот пляж пансионата Кристалл. Зимой выглядит вот так. Конечно, эти конструкции выбираются на свободные блоки. Но они никому не мешают. Вот этот замечательный пансионат. Он тоже чистит дорожку. Ну, немножко, хоть сколько-нибудь чистит. Потому что вот деревянные тротуары не делают. Деревянный настил до своей калитки. До своей калитки. Ну, а как не чистить, когда тут наметает? Как же, как мы чистим снег, зимой? Так и перед уловным сезоном чистит. Проходы для людей. А как иначе люди приедут и скажут, вы че, черти? Мы вам деньги заплатили, у вас че попало, ходить по дихим местам. Тогда это у вас турбаза, а не пансионат. Турбаза это другое состояние. Пляжи должны быть благоустроены. Вот таким образом устанавливаются стойки. И это ведь только часть пляжного оборудования. Все остальное, конечно, временно располагается. Но вот такие вот бетонные блоки, да, они необходимы, чтобы перетермовать спокойно. Мешают ли они природе? Нет. Абсолютно. Дюны могут передвигаться спокойно, свободно. Но именно вот такие стойки, столбики, значит, они позволяют обеспечить нормальное качество отдыха. Я не буду сравнивать там с Европой или с чем. Конечно, вот этот зимний мусор. Представьте, сколько работы нужно провести, чтобы это все убрать. Что касается обустройства на Джимете, этот отель Джимайка, конечно, они не очень умные люди, потому что проект, который они что-то нарисовали и рекламировали как европейский, а им просто хотели деревянным массивом застелить. Вот здесь экологическая система. То есть спокойно здесь вот оно будет застроена территория для того, чтобы люди ходили по песку. Пока песок не готов. Не готов. Так видите, и до сезона еще привлекли. Последствия зимних штормов, зимних ветров еще будут убираться. Там в той стороне у нас детский санаторий Бимлюк. Вполне возможно, чтобы ребятишки уже заехали, вышли на прогулку. То есть они здесь учатся и отдыхают, и лечатся. Да, вот они прекрасные анапские дюны. И да, местами встречаются следы человека. То есть это пляжный отдых. Его надо благоустраивать. Ну а в целом красота остается. Хотя, конечно, кое-кто, кое-где у нас порой ведет себя по-хамски. Когда-то словно он спустился с гор, и давай безобразничать. Но на это и существуют полезные блогеры, чтобы подавать голос и останавливать негодяев. Безобразников, безобразников. Спасибо, друзья, что посмотрели наш ролик. Может быть, даже до конца. Всего хорошего вам, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok